Божья щедрость. Книга Второзакония, 12 глава, с 20 по 32 стих. Когда распространит Господь, Бог твой, пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо, тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и оленя. Нечистый, как и чистый, могут есть сие. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее. Выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Господа. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь. И совершай все сожжения твои, мясо и кровь, на жертвеннике Господа, Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа, Бога твоего. А мясо ешь. Слушай и исполняй. Все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога твоего. Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, «Как служили народы сии богам своим, так буду и я делать». Не делай так, Господу, Богу твоему. Ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Размышления Гарантии и ожидания Книга Второзакония, 12 глава, с 20 по 32 стих Бог щедр, и Ему нравится, когда Его народу живется хорошо. Он хочет, чтобы израильтяне преуспевали в земле, которую Он им дает, и гарантирует, что распространит их пределы и даст им крупный и мелкий скот, чтобы у них было мясо. Люди свободны наслаждаться Его великими благословениями, но только таким образом, чтобы это шло им на пользу и приносило славу даятелю. Они не должны осквернять себя, употребляя в пищу кровь животных или служа богам иных народов. Если народ будет помнить Господа, давшего Ему землю, и исполнять все заповеди, то будет жить в благословении и процветании, как Он и задумал. Если мы исполняем Божьи заповеди, то Бог получает славу, а мы истинное удовлетворение. Только повинуясь Божьей воле, мы сможем вкусить полноту всех Его благословений. В какой ситуации вы сетовали на то, что Божьи заповеди тяжки и несправедливы? Как исполнение Божьих заповедей принесло вам радость и удовлетворение? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...